Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Сегодня крещение Господне. Поздравляю вас с этим великим праздником. Сколько верующих собирали всегда в этот день под свои своды московские храмы и древние обители. Сегодняшний наш рассказ о них. В начале 20 века в Москве было 25 монастырей. За годы советской власти треть из них была уничтожена. От многих остались лишь названия улиц, на которых они стояли. И все же память о древних московских монастырях живет. На старых фотографиях, воспоминаниях очевидцев, возрождающихся московских обителях. Последняя, пожалуйста, вторая строчка. Троическое явисть поклонения. Это себе моль. Так, пожалуйста, еще раз сначала. Песня о древних московских монастырях. Песня о древних московских монастырях. В день великого праздника. Крещение Господне. Если выйти из метро на станции Площадь Революции по указателю Богоявленскому переулку, то прямо перед собой вы увидите этот взметнувшийся к небу храм. Нынешний вид он приобрел после пожара 1686 года. Но история обители начиналась гораздо раньше, в XIII веке. В маленьком Китай-городе до революции было четыре монастыря. Сегодня ни одного. Часть из них упразднена была при Екатерине II. И все-таки трагедия монастырская произошла именно в советское время. Именно с 1918 года, когда в Москве монастыри были ликвидированы, как юридический институт. Спасандроний монастырь. Там, например, открыли концентрационный лагерь. Ивановский монастырь, Новоспасский монастырь сделали то же самое. Монастыри, как большие, обнесенные стенами, большие ансамбли, с жилыми помещениями прежде всего, с помещениями хозяйственными. Они использовались под жилье рабочих. Например, в монастыре маленьком на площади современной, рядом с площадью Ильича, за Рогожской заставой, Всехсиатский, Единоведческий, там был открыт рабочий поселок имени Ильича, где жили рабочие завода Гужон. На этой фотографии колокольня, и это разрушают. Зачем нам колокольня? Колокольня ведь лишняя, рабочих туда не поселишь. Сразу за Спасским монастырем, Спасандронийом, там есть дом культуры, дом культуры завода Серп и Молот. Он сложен в значительной степени из крепичей колокольня Спасандронийого монастыря. К счастью, никто не покушался на колокольню Новодевичьего монастыря. Там был музей. Ну, музей с очень интересным названием. Музей раскрепощения женщин. Или колокольня Покровского монастыря. Взялись, снесли в 1926 году. Покровский монастырь, знаете, наверное, рядом с Таганской площадью, площадью Бельмановской заставы, Покровский монастырь, где находятся мощи Святой Матроны, Московской. А как же вся территория монастырей, где уже жило много людей, где были разные учреждения, школы, общежития, даже молочные фермы были в монастырях. Так вот, именно там решили, где были в монастырях большие кладбища, а кладбища сопровождали монастыри с самого начала их существования, так вот, на кладбищах стали сносить надгробия. И вот московское знаменитое кладбище, они были, начали уничтожать с 1926, с 1927, с 1928 и до середины 30-х годов. Вот у меня в руках фотография часть кладбища Новодевичьего монастыря. Новодевичий монастырь, сегодня, когда вы приходите в него, вы видите порядка 70 или 80 надгробий. А было их 3000. Вот здесь сложены грудой большие надгробия, предназначенные для того, чтобы их разрезать, сделать набережные, сделать бордюры и использовать в народном хозяйстве, в городском хозяйстве. Иногда верующим удавалось добиться создания общин при храмах упраздненных обителей. До начала 30-х еще проходили службы в соборах Никола Греческого, Покровского и Данилова монастырей. Но 8 апреля 1929 года вышло постановление в ЦИК и Советы народных комиссаров о религиозных объединениях, в котором, в частности, говорилось, передача здания культа, находящегося в пользу неверующих для других надобностей, допускается, если это здание необходимо для государственных или общественных потребностей. Мы думали государственную необходимость. Обращения инициировали фабрик, заводов, коллективов, вузов, театров, музеев. И в конце концов стали разрушать целые монастыри. С 1929 по 1930 год фактически конец пришел монастырю, который находится на улице, которая и названа по имени монастыря Никитский монастырь. И кто обратился для того, чтобы его снести? Один из обращающихся в Московский университет. Чтобы там построить лабораторию, открыть химическую лабораторию. Монастырь, который был основан дедом Михаила Романова, первого русского царя, 16 век. В центре Москвы, на Сретенке, находится Сретенский монастырь. Памятник Владимирской иконе Божьей Матери. 1395 год, известный монастырь, который близко подходил своей колокольне и своими помещениями, своими корпусами к линии Сретенки, собственно, самой. Если вы посмотрите на фотографию, ну метра три, ну хватит для этого места, чтобы пройти. Но тем не менее, Москва сказала, московские власти, вы знаете, мы должны снести колокольню, надвратный корпус и еще Никольскую церковь. Вот у меня старая идолюционная фотография. Страшно смотреть, особенно фотографии, которые я собирал у реставраторов. Окружились сначала стеной деревянной, забором, а потом стали разбирать. Вот на фотографиях снос уже, снос, крышу разбирают, главы разбирают. Но и разобрали бесценную совершенно, с одной из самых старых церквей Москвы, одноглавую церковь Марии Египетской в 1930 году. Слава Богу, уцелел собор. У меня на снимке, очень редкие снимки, уже советского времени, фотография со Спасской башни, видимо, чудового монастыря, основанного святителем Алексеем, митрополитом московским в 14 веке, в память чуда исцеления ханши Тайдулы. В нем существовали памятники 16 века, собор 16 века, где хранились мощи Алексея. В декабре, если я не ошибаюсь, 10 числа декабря 1929 года, ночью, когда даже реставраторы не знали, взорвали вот этот собор. Начало 16 века, построенный на основании собора еще более древнего. Уничтожены были уникальные фрески. И когда бросились туда реставраторы, то им сказали, все, вот собирайте, например, во земле, вот эти фрески. И я чудом у коллекционеров нашел две фотографии и идентифицировал их. Вот это уже ободранный, уже на главах нет листового железа. Уже уничтожаются пристройки к собору Алексея Митрополита в Чудовом монастыре. Я в течение многих лет искал документы. По всем разрушениям монастыря есть, можно найти в архивах, в Государственном архиве Российской Федерации, в московских архивах, в подмосковных архивах документы. А вот по чуду этих нет. Хотя описание разрушения есть. И фотофиксация была проведена. Параллельно с этим шло уничтожение удивительного, расположенного за Спасской башней. Вот у меня вид на этот монастырь со стороны Красной площади. С правой стороны видны пятиглавия большая. Это Вознесенского собора. Вот замечательный храм Святой Екатерины, который был в Вознесенском монастыре. А вот его интерьер. Удивительный, готический, уникальный для Москвы. Его тоже сносят. Вознесенский монастырь в Кремле основала вдова Дмитрия Донского Евдокия. Здесь ее первую и похоронили. Уже как монахиню Евросинию. С тех пор в Вознесенском монастыре на протяжении веков хоронили великих княгинь и цариц. В 1929 году советское правительство принимает решение о сносе Вознесенского монастыря. Останки московских государынь спасли тогда кремлевские реставраторы, которыми руководил Николай Николаевич Померанцев. Тайно, с риском для карьеры и самой жизни, они вынесли из приговоренного к уничтожению собора ценные монастырские иконы. А саркофаги с останками московских государынь перенесли в подвалы Архангельского собора. В 1934 году Николая Николаевича арестовали за попытки дискредитации советской власти путем противодействия сносу ненужных памятников царины. Одной из самых трагических страниц московских монастырей было уничтожение в 1929-30, а потом в 1932 уже докончили это дело, знаменитой Симоновской обители. Симонов монастырь, основанный племянником Сергия Радонежского, во времена Алексея Митрополита. Монастырь, который поражал всех, кто въезжал в Москву, и говорили, вот он Кремль, такой он был обширный, в нем было 8 храмов, в нем была построена архитектором Тоном в 19 веке гигантская громадная колокольня. Ну и вот этот знаменитый монастырь окружала Симонова Слободка, в которой жило очень много людей. И вот люди простые, обманутые властями, православные в значительной части своей, они тоже поддержали этот снос монастыря. И вы знаете, у меня здесь есть уникальные фотографии, фотографии зимы. Зимы, зима, снос монастыря, взрыв монастыря, приурочили, а это именно был взрыв монастыря. Знаете, к какому празднику? К смерти Ленина, к 21 января. Две тоже очень редкие архивные фотографии процесса уничтожения. От колокольни осталось два яруса, с купола сдираются листы, вы видите. Старались все-таки сохранить строительный материал, и из строительного монастыря, вот этого святого монастырского мира, московского, строили бани, заводы, фабрики, дома отдыха, не дома отдыха, дома культуры, и так далее. А обдирали, обдирали с куполов листы золоченые. В ОГПУ была специальная хозрасчетная комиссия, хозэксу, которая смывала особой кислотой и фонд государства, вот эти крупинки, капли золота, они тоже туда сдавали. Ну и, конечно, когда мы говорим о начале 30-х годов, не могу не сказать и не показать, на фотографии есть самый старый московский собор, Спасо-Преображенский, Спасо-Набару, вот на самой верхушке Боровицкого холма. В 1932 году этот маленький, не московской даже архитектуры, а, наверное, псковской, новгородской, со щипцовым таким завершением сводов, многоглавый, он был ликвидирован, а в нем был похоронен Стефан Пермский под спудом. И вот, когда был его юбилей, стали разыскивать документы, как сносили, где сносили, установить место, тоже ни одного документа не нашли. Вот сие есть большая тайна, и, может, кому-то придется ее открыть, где эти документы находятся, и фотофиксация этого уничтожения страшного. А вот я хочу перейти вот уже где-то к начале-середине 30-х годов. Вот здесь фотография Зачатевского монастыря. Удивительный вид открывался, он находился на Остоженке, тоже монастырь, который вместо вести был с Алексеевским монастырем в белом городе, в земляном городе, рядом на границе. Этот монастырь две сестры Алексея Митрополита устроили. Казаковский огромный храм начала 19-го века. Его и колокольню сносят в начале 30-х годов. А потом на его месте строят кирпичное здание советской школы. Еще один монастырь, который полностью, фактически был уничтожен, монастырь в центре, в советское время это назывался Комсомольский переулок, здание ЦК в ЛКСМ, а до революции это был Златоустовский переулок между Покровкой и между Мясницкой. Все представляют это место, если вы пройдете по нему, с левой стороны мрачный серый сталинский дом. Вот его разрушили, этот монастырь, монастырь известный с 15-го века, Иоанна Златоуста, большой монастырь, в котором была колокольня, в котором был собор, в котором была Благовещенская церковь, усыпальница Апраксиных, здесь были сооружения архитектора Ухтомского, все это было снесено в 1934-33-34 год, а вот в этом сером громадном здании, которое сегодня нельзя сказать украшает, но находится на Златоустовском переулке, поселили человека, который был причастен к разрушению и православной церкви, и к репрессиям, и к разрушению многих московских святынь, Евгений Тучков, начальник особого отдела ВЧК ОГПУ, который руководитель одно время антирелигиозной комиссии, который занимал большие посты, его даже в советское время называли в среде коммунистов, называли Игумен, вот такая у него была кличка, в насмешку. Предпоследний монастырь, который уничтожен был, монастырь, который приликал к нашему печатному двору, к синодальной типографии, ныне историко-архивного института, это Никола-Греческий монастырь. Некоторые даже говорят, что Никольская улица была названа по имени этого монастыря. Настоятели были греки, большая часть монахов греки, приезжали сюда грузины православные, молдаване валахи православные, а вот сам собор крупным планом со стороны театральной площади. Все это было в 1934 году уничтожено. И последний монастырь перед войной, который был снесен, это монастырь Страстной. Был устроен для одной чудотворной иконы целый монастырь. Этот монастырь образовывал Страстную площадь. И Страстная площадь была в 1926 году монахинь инокинь выселили из Москвы и разбросали по еще уцелевшим монастырям, вернее, это были уже сельскохозяйственные монастырские артели подмосковье. Вот. А монастырь передали под антирелигиозный музей. Сюда вывозили мощи некоторых русских святых. Вот вскрывали Серафима Саровского мощи, экспонировались какое-то время здесь. Вы видите здесь колоколь, и на колоколь написано Центральный антирелигиозный музей, а над ним сохраненная икона Страстная. Вот. Этот монастырь дожил до 1937 года. И вы помните, в 1935 году был план, генеральный план Москвы. Все улицы должны были расширяться до ширины 40-50 метров. Все, без исключения, уже не было Страстной площади, уже была Пушкинская площадь, была названа. И этот монастырь сносят, ну, причастен к этому, к этому были и многие наши архитекторы, которые тогда принимали участие в разработке генерального плана Москвы. Если бы этот план осуществился, мы бы потеряли половину Китай-города, остатки Заиконоспадского монастыря, остатки Баговленского монастыря, потому что Красная площадь должна была вплоть до улицы переулка Куйбышева, это сейчас Баговленский переулок. Но, слава Богу, этого не произошло. От знаменитого когда-то Баговленского монастыря остался только собор Баговления Господня. За свою жизнь монастырь перенес многое. Разорение монголо-татарами в XIV веке, поляками в XVII, французами в XIX и своими, русскими, в XX. Но всегда возрождался. На протяжении веков он был не только центром духовной жизни, но и учености. Весной 1685 года братья Лихуби из Греции организовали здесь первое высшее заведение в России, Баговленскую школу, преобразованную позднее в знаменитую славяно-греко-латинскую, а затем в Московскую духовную академию. В XVIII веке внешней церкви Казанской сложился обширный некрополь, сравнимый лишь с кладбищем Донского монастыря, более 150 захоронений. В 30-е годы XX века некрополь был разорен. Сохранилась единственная надгробная стенная плита и надпись на ней о том, что 25 июня 1666 года представилась супруга князя Юрия Алексеевича Долгорукова. В 1982 году Баговленский собор передали государственному академическому русскому хору СССР под руководством Свешникова. Тогда же был составлен проект реставрации и проведены археологические раскопки. Они открыли древние захоронения и остатки первого храма XIV века. Все это сегодня находится под полом Казанской церкви. Здесь нашли печь, которой пользовались монахи. Видимо, они здесь готовили все и потом разносили. Что интересно, что печь служила также и как отопление использовали ее. И вот по этим отводам тепло шло в храм и обогревало как трапезную часть, так и храм. При раскопке здесь были найдены три саркофага. Кого хоронили здесь? Знатных по тем временам людей, князей Голицына, Шереметьевы или многие-многие другие. Благодетели, которые здесь давали много средств на благоукрашение храмов, тоже находили здесь последний приют. Сохранились плиты захоронений некоторых. В одной из версий здесь похоронен отец самого святителя Алексия. Богоявленский монастырь закрыли в 1919-м. Но прихожанам и монахам удалось создать общину и тем самым на какое-то время сохранить хотя бы только храм. Но и его закрыли в 1929-м. Здесь поочередно размещались акционерное общество «Союз хлеб», общежитие Горной Академии в проектный институт. Возродилась приходская община в 1990-м году, получив наследство обезглавленный храм, заросшие галереи и стены без единой иконы. До революции храм был полен икон святых. В нем был один из самых больших многоярусных иконостасов в городе Москве. Но нам он достался в состоянии когда не было даже самого иконостаса, не было даже главки, и весь дождь проваливался вниз. Поэтому фактически все надо было создавать заново. Именно для этих целей была создана иконописная студия. Учащиеся не просто получали какие-то знания, которые впоследствии могут пригодиться, а учащиеся прежде всего получали эти знания, чтобы они могли потрудиться над восстановением нашего храма. Храм постепенно наполнялся иконами. Большие иконы Божьей Матери и Спасителя всех скорбящих радостей. Очень много икон святых, достаточно редких, с частицами мощей. Иконы святителя Алексея написаны педагогами и учащимися нашей иконописной студии. По преданию, именно в Богоявленском монастыре в 1313 году святитель Алексей митрополит Московский принял монашеский постриг. Вместе с братом преподобного Сергия Радонежского Стефаном, который некоторое время был здесь священником, они пели в монашеском хоре. Обитель всегда славилась благолепным пением и как с благодарностью отмечали китайгородские кувцы, которых она окормляла, благочинным и неспешным богослужением. И что интересно, после той беды, которую претерпела наша Россия в годы лихолетия, после революции, осталась эта преемственность, не специальная. Здесь, в этих стенах, была Регенско-певческая семинария, и маленьких, юных, нас, пришедших учиться сюда, нас учили чуму, в первую очередь, дисциплине, хорошее дисциплине, не разрешено сидеть во время богослужения, только на кофизмах, не разрешено разговаривать, да это в принципе ни к чему. Какие разговоры, если тут главный разговор с Богом? Мы учились внятному чтению, благоговейному пению, пение не для себя, для Бога. Жизнь, она как замирает, и ты три часа проводишь в другом измерении. Это какие-то другие три часа. Наша программа подошла к концу. Все ее выпуски вы можете посмотреть на нашем сайте Седмица.ру. Еще раз поздравляю вас с великим праздником крещения Господня. Мира вам, радости, помощи Божией во всех ваших благих делах и устремлениях. До встречи через неделю. Храни вас Господь.